Всем привет дорогие друзья, с вами Мэттскрим. Вот и наступил второй день звездной экспедиции. Я конечно же вчера накосячил, как и многие, но это конечно же меня не оправдывает. Сам факт в том, что я уже разобрался как здесь нужно было действовать и как нужно будет действовать в будущем. Поэтому после вот этого сезона я сделал полноценный гайд по тому, как вообще тут нужно правильно проходить это все. Значит, что я сейчас буду делать? Мне нужно дойти до Чумных Вод, вы можете увидеть, что там сейчас 9 из 10. Как раз таки я открою вот этот баф 4 и уже с 4 бафом сегодня нужно атаковать босса. То есть я вчера потратил всю энергию под 0 по-моему или у меня одна осталась, вот сертификаты для нападения на вот этого босса. Но мне нужно было их сэкономить на сегодня, то есть в первый день мы атакуем 1 раз, все остальное во второй день с 4 открытым бафом. То есть до открытого бафа не делайте это. Итак, проклятый лес. Перейти к зачистке. Мне нужно пройти до вот этого босса. Я вчера показывал картиночку, как мы здесь должны двигаться. Вот начинаем мы отсюда снизу, далее идем к центру и потом нам нужно идти направо обходить, так сказать. Давайте быстро это сделаем. И, кстати говоря, мне нужно еще собрать последний комплект. Я сейчас это буду делать гораздо быстрее. У меня уже есть часть комплекта коз, который я собирал в первый день. Мне не хватает только коз, получается, зеленый. Коз судьба. Соответственно, мне нужно найти именно вот эту, вот эту часть комплекта. И коз судьба вот уже есть. Все. Соответственно, у меня комплект собран. Теперь можно просто его повышать по звездам. Но помимо коза, еще в китайском гайде был один комплект, который нужно собрать. Пока давайте, ну, к примеру, осис. То есть коз и Карл. Так, Карл предвидение, Карл убеждение. Давайте посмотрим по Карлу, что у меня есть. Мне нужно будет еще скомбинировать эти два комплекта так, чтобы я получил судьбу. То есть спокойствие эффект. Сейчас, подождите. Предвидение эффект. Тут еще можно дополнительный эффект получить. Судьбы. Вот, судьба, я нашел. Коз судьба. Соответственно, мне нужно, чтобы два камня были судьбы. Чтобы забрать 10% шанса крита. Вот такой вот конечный комплект должен получиться. Хотя у меня Карл этот может быть. Да, у меня Карл уже есть судьба. Соответственно, мне просто нужно теперь повышать их по звездам. Давайте возьму булла. На всякий случай, может быть, еще что-то протестирую потом. Все. Теперь хотя бы более-менее понятно. Нарин. Тут, в принципе, не важно. Берем Нарин. Продвигаемся максимально быстро к боссу. Так, подождите. Я правильно там иду? Да, я правильно иду. Далее сюда. Нарин. Газ. Осис. Давайте Нарин. Далее вот этого убиваем. Бул. Газ. Нарин. Не важно. И вот этот босс. Не знаю, какой он будет по силе. Я буду использовать, скорее всего, вот такую команду. Дрейк. Значит, еще бы Рогана на самом деле поставить. Давайте вместо Оливии и Рогана поставлю, чтобы был хоть какой-то отхил. А, и Форкеса нужно заменить. Форкеса я заменю на Сяшку, к примеру. Да. Я думаю, что вот так. Давайте посмотрим по силе, насколько мощный этот босс вот здесь при прохождении. Я думаю, что с ним не должно быть проблем. И команду можно будет затестить сегодня или с Форкесом, или с Веса. Я там посмотрел еще одну команду, которая должна работать. Поэтому, я думаю, что сегодня босса мы долбанем получше. Потому что будет дополнительный баф еще. Так, ну это мы проходим. Без проблем. Бул. Газ. Нарин. Ну давайте возьмем Газ. Три. Отлично. Все, смотрите. То есть теперь я перехожу в четвертую локацию. Я с первой двигался правильно. То есть я только в чем косякнул. Я босса атаковал неправильно. Переходим в четвертую локацию. И сразу забегая наперед скажу, что вот та тактика через Керри и Сяшек, она будет работать после того, как вы откроете вот эти все бафы. Ну даже не все там частично. Так, окей. Переходим в четвертую локацию. Сейчас вам показываю картиночку, как правильно нам нужно ее проходить, чтобы быстро добраться до босса. Значит нам нужно пройти по центру и направо уйти. Полетели. Нарин убеждения. Бул. Берем и двигаемся. Я не буду задерживаться. Бул, Осис, Коз. Давайте Коз возьмем. Может больше звезд. Осис, Нарин, Осис. Осис давайте возьмем. Далее по центру идем. Бул. Три звезды. Давайте Бул возьмем. У меня уже комплект собран, поэтому я здесь задерживаться не буду. Карл, Нарин, Газ. Давайте Карла возьмем. Далее. Нарин, Коз. Нарин. Нарин три звезды. Так, а то по другому пути. Да, все правильно. Мы уходим направо. Осис, Осис. Две звезды. Далее. Газ убеждения. Коз спокойствия. Газ три звезды. И до босса мы дошли. Давайте посмотрим, как сильно я его пробью. Кстати говоря, я по-моему не того Рогана поставил. По-моему это Роган, которого я поднял на В4. Но у меня есть мой Роган, который просто сам по себе В4. Которого не нужно поднимать. И он со снежным сердцем. Ну да, тут вы видите, что без проблем все убиваются. Конечно, если у вас не такая мощная команда, то могут быть проблемы. Но так, в принципе, все довольно-таки просто. Так, окей. Коз, Нарин, Коз Судьба берем. Три звезды, отлично. Теперь смотрите. 10 из 10. Открылся дополнительный баф для убийства вот этого босса. И далее, что нужно делать в вашей гильдии. Если ваша гильдия, вот она заранее осведомлена. Все знают, как действовать. То после зачистки четвертой локации 10 из 10. У вас гильдия должна распределиться по 10 на каждую локацию. Потому что после четвертой вы можете выбрать абсолютно любую. Пятую, шестую или седьмую. В зависимости от того, какой баф вам нужен. Но я это еще раз буду объяснять в гайде. У меня здесь начали проходить пятую. Но они ее начали проходить только потому, что они не знали, что можно сразу перейти в шестую и в седьмую. Поэтому, скорее всего, я тоже начну закрывать пятую, так как мы быстрее получим 10 из 10 баф за эту локацию. Только из этого исходя. И здесь баф нам даст, так, звездное благословение очищения от холода. Холодный ветер с горы вечного мороза очищает скверну. Когда раунд закончится, удалит один слой бедствия со всех союзных героев. В общем, очистка какого-то дебафа. Я это, в общем, пройду потом. Уже вне видео давайте просто зачистим этого босса. Хотя, в идеале, вообще, было бы подождать, пока вот сегодня, может быть, зачистят 10 из 10 и получить еще пятый баф. Так, ну, пока просто закроем задание, получим дополнительную энергию, дополнительные ресурсы. Довольно-таки приятно. Здесь мы еще откроем вот так вот сундучки. Почти последний сундук. Окей. Три энергии. То есть я могу долбануть босса. И сейчас вместе с вами попробуем это сделать. Ладно, уже с четвертым бафом. Четвертый баф довольно-таки сильный. Он постоянно дает вашей энергии. Точнее, вашей команде, по-моему, энергию. Как-то так это работает. Так, босс. И сейчас начнем его бомбить. Посмотрим урон. То, как выглядит команда. И то, как я ее настроил. Вы сейчас можете увидеть у себя на экране. Затестим вот такой билд. И помимо этого, я еще поставлю комплект полный коза. И две части на Карла. Чтобы это скомбинировать еще с судьбой. Значит, смотрите, как это будет выглядеть. Убеждение. Раз. Далее. Судьба. Два. Спокойствие. Три. И предвидение. Четыре. Теперь. Мне нужен Карл. Карла я экипирую. Убеждение. Раз. И вот это судьба. Два. Теперь смотрите. Да, я получил. Судьба. Эффект. Комплект из двух частей. То есть, смотрите. У нас помимо того, что есть сбор комплекта. Вот, к примеру, коз там и так далее. У нас еще есть комплект из камней. То есть, предвидение. Судьба. Убеждение. Испокойствие. За это вы дополнительно также получаете характеристики. Я сейчас получил дополнительную характеристику за два, за две части Карла и за две части Судьбы. То есть, двух камней. Это то, что нужно было по гайду. Что нам дает комплект коз? Когда начинается раунд, снимает с себя все эффекты контроля. Каждый раз, когда снимается эффект контроля, восстанавливает себе здоровье. Получает также свою атаку на 25% на два раунда. Вот это мы сейчас сможем затестить. Итак, я открываю босса и давайте попробуем все-таки на него напасть. Только единственный момент, давайте я посмотрю, кто у меня повышен. Ну да, у меня первый роган получается повышен. Да, это первый. Второй это лично мой, так сказать. Окей. Вызвать. Мы ставим весу. Просто попробуем затестить такой вариант. Кстати говоря, я на весе, по-моему, не поставил рога. Дайте мне посмотреть. Нам на весе нужны рога. А нет, все, поставил. Тут атака. Смысл в том еще, что вот эти все побочные герои, помимо веса, они должны атаковать первыми для того, чтобы в конце походило веса и отхилило всех за счет вот этих контратак босса. Чтобы они постоянно были на фуле. Давайте посмотрим, как это будет вообще работать. Итак, ставим весу, ставим королеву. Далее. Второго рогана моего. И также обязательно эливию. Вот так. Давайте посмотрим, какой урон сейчас будет. Я все-таки надеюсь, что мы не отвалимся за один раунд. Итак. Кстати говоря, там есть босс, точнее баф за какую-то локацию, который отключает вот эти щупальцы в первом ряду. Так, мусаппорты уже отваливаются очень сильно. Дрейк уже улетел. Еще есть баф, который, кстати, продлевает раунды до 15. И веса тоже отлетела. Получается, босс прям разрывает. Из того, что я вижу. Все эти гайды, скорее всего, работают только тогда, когда уже все бафы открыты. Потому что без этих бафов, конечно, проблемно. Единственное, что королева очень долго живет. Так, ну и по итогу мы получаем очень фиговый урон, я думаю. Поэтому, что я советую? Все-таки придержать попытки 51 тысячу. Я советую придержать попытки и уже подождать, пока откроются вот эти дополнительные бафы. Я, скорее всего, так и поступлю. По сертификатам у меня сегодня остается 2. Максимальное количество, которое вы можете сохранить, это 3. Поэтому завтра я получу ежедневный, по-моему, 1. И все, что будет свыше, это уже использую завтра, когда будут открыты дополнительные бафы. Что я и вам советую сделать. Если у вас свыше 3, то потратьте все до 3, чтобы у вас осталось... Не, хотя до 2 получается. У вас должно быть 2, чтобы получить вот этот бесплатный на следующий день. В общем, друзья, вот такая вот информация на сегодня. Больше пока тратить не буду. Завтра третий день. Как раз-таки затестируем уже более сильный состав. И, может быть, с Аспоном что-то получится также придумать. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева фейвеса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня вконтакте или телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать. Я буду ждать. Спасибо. Спасибо.